Новый 22 сезон наконец-таки вышел в Apex Legends, поэтому я как всегда вовремя и погнали смотреть. А с чего начать-то я забыл? Чё, Battle Pass просили? Это реально мобильный гейминг какой начинается, я не понимаю где я. Приобрести пропуск, чё у нас вот есть? Можно за деньги купить. Премиум пропуск, но его приобрести можно почему-то где-то в Стиме, у меня почему-то Стим открывается вообще. Они нас наебали или чё? А ну-ка отставить панику, оказывается респавные. Решили сделать ход конём и чтобы получить Battle Pass вы просто заходите вот в задание, здесь вот центральная вкладка. Выполняете 6 или чё-то около того вот этих хот-квестов и получаете премиум Battle Pass вообще бесплатно. Разумеется, если вы прям жёсткий мажор и хотите именно задонатить монетами, то, к сожалению, в этом сплите так сделать не получится. Респавные вообще херели, да, либо заставляют за деньги покупать, либо получать бесплатно. Вот это, конечно, вообще распоясались. У меня прям в комментариях дохренища людей, которые пишут в Стиво, всё, обманули, где Battle Pass? Есть ещё один довольно-таки прикольный момент, если вы захотите купить, например, премиум плюс, сейчас, наверное, будет лучшее для этого время, потому что вы получаете бесплатный Battle Pass и премиум плюс для вас будет стоить в половину дешевле. Будет примерно столько же, сколько стоит вот 10 осколков вот этих вот мифических. И в самом Battle Pass практически за эти же деньги вы получаете 10 осколково-мифических сверху и ещё 2 вот таких вот реколора. Поэтому, в принципе, если вы собирались его покупать, как по мне, это лучший момент, потому что в дальнейшем в респавной уже такие вот раздачи жёсткие делать не будут, имейте в виду. Ну, а пока респавном впадло работать, не совершайте их ошибок. Ведь нет ничего обиднее, чем сутками работать на нелюбимой работе за гроша. А на ровном месте стать популярным блогером или, не дай бог, рэпером, к сожалению, получится явно не у всех. Другое дело, это прикладные навыки. Причём совершенно не обязательно начинать со сложного программирования, когда можно стать тестировщиком. И не стоит смотреть на это со скепсисом, ведь тестирование востребовано ничуть не меньше. Но погрузиться в него с головой вам поможет бесплатный мини-курс от Андрея и вашего. Он в IT уже больше 12 лет с опытом работы в зарубежных компаниях. На самом мини-курсе вы сами протестируете IT-проект, а Андрей и другие менторы вам в этом помогут. Да, всё ещё совершенно бесплатно. Также получите пошаговый план, как с нуля стать востребованным тестировщиком. И выйти на ЗП от 1000 долларов без программирования. Разумеется, с лайфхаками по поиску работы. Ну а если решите продолжать, вы сможете получить бесплатную карьерную консультацию. И весомую скидку на обучение профессии тестировщика. Старт 22 августа. 4 дня, от вас требуется любой ПК и всего полчаса-час свободного времени в день. Все подробности регистрации по ссылке в описании или QR-коду на экране. Ну а тем, кто хочет начать двигаться в IT уже сейчас, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея. Ссылка также в описании. Где-то тут должны быть задания ещё для новичков. Мне лень разбираться. Тут, блядь, столько вкладок, что я не хочу инсульт в 20 лет. Короче, погнали по порядку. Эти все скины, опять же, я в телегу это всё заливал. Мне вот цвета как минимум нравятся. Вот этот фиолетовый с розовым. Потом загрузочный экран. Мастифа, кстати, тоже прикольная какая-то. Такой вот скин получается на фуза. Ну дефолтный скин хуйня вообще на самом деле. Такой, типа, ну скин как скин. Выглядит как обычная легендарка какая-то. А вот этот уже, я так понимаю, будет доступен только если ты купишь прям ультра супер дупер, блядь, батл пас за 20 баксов. То есть самый дорогой. Скин прикольный, но, как по мне, это явно не тот облик, за который стоят такие бабки отдавать. Ты кто воин? Это фуза или что? А, это типа 10 левелов первые. Вот так вот. Потом нажимаешь другую вкладку. Открывается следующий 20 левелов. Блядь, сложно пиздец. Тут надо уметь думать, блин. Оставили 10 вот этой валюты. Короче, вот это с плюсиком, я так понимаю, это дают только если ты покупаешь премиум плюс, самый дорогой. Вот этот дадут за обычный премиум. Потом скин на пизкипер, какая-то ища, если честно. Скин на лобу с статистикой, кстати, прикольно выглядит статистика такая, кайфовая какая-то. Вот этот скин за премиум плюс дадут, за кучу бабок, не знаю, нахер он всрался за 20 долларов. Вот этот вот будет типа в обычном премиуме. Но скин прикольный, кстати, такой нормальный. Особенно если отсюда смотреть, то нормально, да. Как же тяжело, мне как будто бы лень будет после этого качать вообще батл пассы. Заходишь и мозг ломается нахер. Куча каких-то лишних вкладок. Какой-то эпик на альтер, кстати, прикольно, у него штанины какие-то обусаны почему-то. Так, ну тут в принципе опять же, вся ересь, я думаю, это особо никому не интересно. И непосредственно, но P20-20 реактивный. Ну прикольный скин на самом деле, мне нравится, забавный такой. В магазине вот это вот издание Сира, какой-то в стиле диско. На тресепировающей скин такси, как будто эпик выглядит, а не легендарка. Это, это, а, это танец. Я думал, это какой-то след полета, думаю, чё. Отдельно можно купить за 2 500 и можно купить жесткий комплект за 3 500. Так, тут какие-то старые уже всякие скинчики. Вот, это, кстати, ша вообще прям кайф. И с ботсаками ещё прикольно. Валька тоже забавная такая, киберпанковая. Рикалоры, которых у меня уже дохерища. Наконец-то можно потратить свой миллион, блин. По новым режимам чё, всё это осталось по-старому, но добавили режим с ботами. То есть, где ты запускаешься в катку, будут боты бегать. И ты можешь запуститься ещё с друзьями какими-то, не знаю зачем, не знаю для чего. Режим втроём возрождения. Прикольный режим на самом деле, но не то, чтобы что-то уникальное. По канале на стрельбище. Но рассмотрим именно главное. Я думаю, в цифрах не будет интересно. Если кому-то интересно, то у меня видос вышел на канале. По полному патч, ну вот с цифрами, блин, и с числами, и совсем подряд. Снайперки не меняли вообще. Единственное, что снайперские патроны и вообще все патроны, кроме энергии, будут спавниться теперь чаще вообще на земле. По дрововикам. Двойной мазамбик. Жёсткий. Я с ним успел уже побегать, он мне понравился в принципе. Если берёшь две пушки на земле, у тебя получается активируется режим Акимба. Достаточно одного обвеса, чтобы навесить, и он, соответственно, блоктирован. Затвор можно повесить, но при этом в этом режиме можно прицелиться только вот так вот. Понятное дело, что какой-то там дикой точности от этого не будет. Но на какую-то относительно небольшую дистанцию постреливать можно. В принципе, урон даёт неплохой, если ты будешь попадать. Плюс ко всему полностью автоматический режим. То есть ты зажимаешь ЛКМ, всё это дело хреначит без остановки. Это очень круто. Еву пока прочекать не успел. Срезали скорострельность, но при этом добавили урон. Но опять же, её там с дропа достали. А чё вы раньше не сказали, что звука игры нету? До дропа. Разбросы и увеличили. Ева и Ева. Кто-то с ней играть ещё будет. Пискиперу и мастифу изменили количество дроби. Но при этом вся дробь будет наносить чуть больше урона. Короче, по сути, меньше дроби, но урон останется примерно тот же самый. Мастиф теперь стреляет вот типа вот так вот. Раньше вот эти вот пульки были немножко покучнее. Но при этом они давали меньше урона. Из-за чего постоянно вылетало там по 11 дамага. Сейчас пули будут дамажить, по-моему, там то ли на 14, то ли что-то такое. У пискипера тоже поменяли рисунок. То есть вот такие вот трусы получаются. Раньше там был какой-то такой типа крестик. По идее, по идее, таким образом будет проще наносить стабильный урон людям. Насколько эта идея будет работать на практике, это сложно сказать. Мне кажется, зачастую все будут давать просто уже не 9 урона, а вот эти вот как раз-таки 11. Звучит интересно. Возможно, станет попроще. Второй Акимба, это у нас P-2020. Всё то же самое. Берёшь два P-2020, у тебя включается Акимба-мод. И плюс ещё вешается тоже обвес. И все другие обвесы тоже вешаются. Теперь он стреляет довольно быстро в автоматическом режиме. То есть, если ты берёшь один P-2020, тебе всё ещё нужно прокликивать постоянно. Если ты берёшь Акимба, почему-то он начинает резко стрелять автоматически. Это на самом деле довольно жёстко, но я с ним чуть-чуть побегал, и у него довольно некомфортный разброс. То есть, по сравнению с Мазамбиком, который даже там на какую-то среднюю дистанцию нормально можно накидывать дамаг, у P-2020 такой функции нет. Возможно, кому-то понравится, опять же. Но, как по мне, если будет выбор между P-2020 и Мазамбиком, я бы выбрал Мазамбик. Он гораздо-гораздо круче. РЕ-шки поменяли просто количество патронов в магазине на одно, на две штуки. В принципе, никаких изменений толком нету. У сменщика забрали пробивные зачем-то, не знаю зачем. При этом ему на один патрон тоже расширили магазины. Для чего? Не знаю, как по мне, сменщик теперь сразу же, из-за отсутствия вот этого обвеса, опустился куда-то на средние тиры, и особо он играться не будет, разве что там в начале боя. У 301-й, наоборот, на три патрона добавили в каждом магазине. Это уже, мне кажется, будет ощутимо. Раньше я лично 301-й не брал, потому что ты с неё стреляешь, стреляешь, а по факту урона как будто бы нету. То есть у тебя постоянно заканчивается обойма, а противник всё ещё живой. В принципе, вот эти вот три патрона могут сыграть свою роль. Конечно, не знаю на сколько, с учётом того, что есть вот уже пулемёты, которым добавили охеренный обвес, вот такой вот генератор щита. Даёт тебе 40 хп, то есть ты вот включаешь, у тебя образовывается вот такой щит, как у Гибралтара, и ты можешь с него охреначить и танковать 40 хп бонусных. Если тебе его разбивают, он там секунд 12 где-то кадешится. При всём при этом всем абсолютно пулемётам, вообще всем добавили вот эту приколюху, которая была до этого у преданности в дропе. То есть ты, когда стреляешь от бедра, у тебя пулемёт начинает постепенно сужать свой разброс. То есть ты, по сути, на какую-то среднюю дистанцию можешь уже накидывать в точку практически. Это очень жёстко, мне кажется, это как раз таки то, что убьёт потенциал многих хаэрок. Ну, по типу той же 301-й. Смысл брать 301-ю, пусть и немного бафнутую, если у тебя есть бафнутый спидфайр, у которого есть и щит, и охеренная точность от бедра, и огромный боезапас, и лазерганность в прицеле. То есть, ну, я вообще не вижу никакого смысла брать ту же 301-ю. Про разведчику, по-моему, тоже никаких изменений нету. Единственное, что всем лейтам, вообще всем лейтам добавили патронов, по-моему, в магазин. Кому-то больше, кому-то меньше, но у всех есть какие-то бафы. Кроме P-2020, потому что у P-2020, наоборот, поредел специально для адаптации в Акима. Кару зачем-то бафнули количество патронов в магазине, тоже на одну единицу. Как был крепкой пушкой, так и остался, поэтому, что тут еще сказать, хз. Баф довольно приятный. Нистовство, опять же, изменили в прошлом сезоне довольно сильно, то есть, теперь он стреляет практически в точку, без отдачи, без разброса, без всякой такой херни. На него тоже распространяется, как и на все пулеметы, вот этот вот обвес. Охеренная штука, наверное. Пока не успел еще протестить, но звучит круто. Ну и плюс ко всему, его еще в этом сезоне тоже бафнули, потому что, когда ты берешь зажигалку, у тебя будет увеличиваться еще и размер пули. То есть, тебе, по сути, будет попроще попадать по противнику. Насколько это будет ощущаться, я, конечно, хзы, потому что, вроде бы, тебе все равно нужно прям попадать по противнику. Что конкретно подразумевается под размером пули, но в любом случае имеется в виду, что тебе должно быть, типа, попроще попадать. Попроще ли попадать стало? Ну, не знаю. Но само неистовство, на самом деле, как и все пулеметы, в этом сезоне, думаю, выделится довольно сильно, и многие начнут с такими ганами играть через какую-то рампу, которую мы поговорим чуть попозже. У Хэмлока, насколько я помню, в белом и в синем магазине, будет на 3 патрона меньше, что-то типа того. Одной пуле он теперь будет давать 19 урона. Раньше было, по-моему, то ли 20, то ли что-то такое. При этом у него еще задержка между двумя бюстами будет больше. Насколько это ощущается, я хзы, я особо не играл с Хэмлоком. Вопрос к тем, кто его задротил. Флетку тоже порезали по обойме. В фиолетовом магазине, по-моему, на 2 патрона меньше, а во всех остальных на 1 или что-то в этом духе. Но, опять же, я не думаю, что на флетке как-то скажется. Это, как и была, довольно крутая, стабильная и очень жесткая АР-ка, так она чуть ли не единственной в своем роде останется. Потом Хавок порезали от бедра. У него появилась какая-то рандомность пули. Если раньше он стрелял от бедра точнее, чем некоторые ППшки даже, то теперь от бедра как будто бы вообще нет смысла стрелять. То есть это прям ощущается. Вот это, наверное, один из самых жестких нерфов для Хаоса, потому что вот эта вот точность от бедра, это было его самое главное преимущество. Помимо там еще ТТК быстрого и всего остального. Ну, поэтому сейчас посмотрим, повлеет ли это как-то на фикрейт. По дропу вместо Евы добавили 99-ку. 99-ка теперь будет наносить на дистанции ближе 11 метров 13 урона. Но если ты будешь стрелять уже дальше 11 метров, то будет уже 10. Но понятное дело, что это как бы оружие из дропа, оно уже будет прям лютейшее. Оно стреляет в точку. Вообще убрали какую-либо отдачу, но, честно говоря, у него будет очень маленький боезапас. 210 всего лишь в запасе, 30 в магазине. Ну, 30 в магазине это нормально. Но 210 в запасе, пару файтов закончишь, и у тебя уже не будет оружия, по сути. Она выплевывает патроны безумно быстро. Потом преданность. Зачем-то ее тоже бафнули. Я не знаю, что там у них вообще происходит, если честно. Но это просто бред какой-то. Они бафнули, блядь, преданность. Ей дали вот этот щит новый. Ускорили перезарядку, если ты выстреливаешь вообще все пули. Но если срампорт, то она вообще моментально перезаряжается. То есть, по ощущениям, это перезарядка какой-то ппшки, наверное. И сверху они еще ей накинули то, что от бедра она теперь сводится в 2 раза быстрее. Раньше было там что-то около 28. Пуль надо было выстрелить для максимального сведения или что-то такое. Сейчас что-то около 14. То есть, ты буквально только-только начинаешь стрелять от бедра, Это просто абсурд, блядь. Мне кажется, вот как будто бы вот эти бафы вообще не надо было делать для преданности. Чисто по ганам, если я ничего не забыл, вроде бы в основном это все. Погнали по легендам. У Баллистика теперь... У меня мышка сдохла. У меня в игре мышка не работает. Просто угробили всю игру и пропуск. Половину звуки пропадают и читеры просто развлекаются. И карта Кал удалил игру, много сезонов отыграл. Это все, конечно, интересно. Причем у меня прыжок на мышке, блядь, работает, понимаете? Эпикс Ледженс, фото в цвете. Короче, у Баллистика теперь вроде бы лог вот этой кьюшки должен происходить чуть ли не моментально. То есть до этого был 0.3 секунды, сейчас будет 0.1 секунду. На что это повлияет? Яхзы. Как будто бы это та деталь, которую можно было в патчноут не записывать. Уальтер, культу на самом деле бафнули неплохо. То есть откат ускорили на 30 секунд на полминуты. Если ты нокнешься, ты к порталу можешь даже сракой повернуться. По нажатию кнопки просто тпкнуться. Это на самом деле прикольно. Для нокнутых, для тиммейтов это вообще мастхэв. Плюс ко всему там подбалансили разные задержки. То есть теперь, когда ты тпхаешься, тебя противник сможет нагнать на 2 секунды, по-моему, позже или что-то такое. То есть для него портал будет открываться попозже, на несколько секунд. Это тоже прикольно. То есть, опять же, такие довольно мелкие, но в то же время значительные бафы для ее ульты, которые могут сыграть в командной игре. Теперь у нее есть перк, который позволяет ей сканировать кольца. Мне кажется, было бы поприкольнее, если бы ей дали проскан противников все-таки, как у Батфайнера. Потому что зачем альтер кольца? Ну хызы, надо будет смотреть. Тут довольно тоже все интересно. Добавили, получается, парочку новых перков для разведчиков. То есть первый это то, что теперь майки, вот эти вот ориентиры, их будет больше. Они будут более равномерно расположены, но при этом все будут сканировать только на 500 метров. Три раза создавать импульс, который будет, соответственно, показывать на миникарте расположение текущих противников. Ну прикольная тема, на самом деле. Опять же, они вроде отбалансили это все. Самое жесткое это то, что вообще всем, абсолютно всем разведчикам добавили вот такое вот видение угроз. То есть вы, когда прицеливаетесь, вы будете видеть противников в подсветке. Вот такая красная подсветка будет, как будто под ультой БХ. Но при всем при этом это не будет работать через дымы там, через всякие вот такие штуки там, через стенки тем более. У крипта, плюс ко всему, есть довольно забавные, причем новые перки. Это маскировка, когда ты юзаешь дрон. Ты буквально становишься вообще невидимым. Тебя невозможно просканировать обилками персонажей. Но при этом тебе придется пожертвовать вот этими вот процентами радиусу ульты. Что тоже довольно-таки жестко. Это больше для каких-то новичков, людей, которые хотят попробовать крипта. Ты вот ее вкачиваешь, юзаешь дрона и сидишь, кайфуешь просто в инвизе. Вот он все равно, он выглядит как мираж какой-то. То есть, если ты близко совсем подойдешь, на фоне какой-то контрастной текстуры, ты его все еще увидишь. Весь прикол в том, что когда противники будут близко к нему подходить, будет какое-то оповещение о том, что тут рядом есть крипта. Эта вот обилка, она звучит жестко, но, честно говоря, мне кажется, на практике она будет прям такой себе. Для совсем каких-то новичков. Получается, на втором левеле удалили перк, который улучшал поворотливость, скорость реакции и все остальное. То есть, теперь это по дефолту. Это довольно прикольно. Опять же, бафают всячески крипта. Подсветки, плюс ко всему, вот эти всякие тоже остаются на дольший промежуток времени. Крипта и до этого был, как по мне, очень жестким персом. Такие бафы, это только превращение его в какую-то ересь, если честно. Сиру, в принципе, ничего особо не поменяли. То есть, у него вроде бы скорость вот этой вот херни теперь будет такая же, как если ты, например, держишь оружие в руках. Как по мне, ну, можно было бы спокойно сделать так, чтобы ты с нормальной скоростью вообще перемещался, по-моему. Ничего бы для Сира особо и не поменялось. Плюс ко всему, добавили новый перк, который добавляет ему еще один заряд к тактике. Но при всем, при этом, сама вот эта вот немота будет сохраняться в половину меньше. Ну, то есть, это, по сути, дефолтный перк для всех вот этих вот видов, которые там дают какую-то тебе дополнительную вторую обилку. Как по мне, это особо никак не повлияет. То есть, разрабы по мелочи пытаются смотреть, что с ним делать. Ну, посмотрим. У антаги довольно-таки прикольные должны быть изменения, по крайней мере. То есть, первое, это то, что ты, когда кидаешь вот эту мышу, у тебя вот этот полет не будет сбрасываться, если даже крыса сраная будет залетать куда-то за текстуру. То есть, я могу его заюзать даже через текстуры. И вот так вот буду летать, блин, можно сказать, что я даже бегать по стенам начну, блин. Вот, допустим, вот так вот. Это вообще жестко должно быть. Ебать, блядь. Мне кажется, еще немного, я бы просто ебанул уже через текстуру насквозь. Но это жестко, это прям, это пиздец. Но мне кажется, это тоже немного будет подруинивать тебя вот в таком вот положении. Теребонят прям нормально. Это забавно, конечно, выглядит. А ну-ка, еще раз давай. Вот отсюда откуда-то, там, где башня побольше. Ебать! Отпусти! Мне кажется, они, конечно, это откатывать будут, потому что это багованных всяких мелочей посеет просто херову тучу. Теперь у нее, кстати, любой прицел будет активировать пассивку. То есть ты можешь ей в Х2 зайти, и можешь в Х1 зайти, тоже будет работать. У нее пассивка теперь будет срабатывать вообще всегда. Если раньше были какие-то только снайперские там кратники, или в целом кратники, то теперь ты можешь как хочешь увертеть, хоть так, хоть сяк. Второстепенный, получается, урон ультой тоже у нее повысили. То есть теперь она наносит не 100 дамага, а 125. За вот эти пару каток, которые я сыграл, меня уже в антага, блядь, двумя шотами вот такими вот сбрило. То есть ощущение, как будто бы ты реально против крабера какого-то попадаешься. По разведчикам все. По поддержке. Ты когда берешь гибу, забыл про этот момент, с вот этим вот обвесом, у тебя получается пассивка гибралтара в виде щита. И щит на пулемете, они будут стакаться и даже менять цвет вроде бы. Да, то есть цвет вот этот обоссанный сталкивается с золотой какой-то. И получается у тебя будет уже 75 брони, а не 40. То есть у тебя чисто с броней уже 200 хп. И у тебя еще само хп есть. То есть у тебя 300 хп. У него же еще есть пассивка, которая из-за бургерной диеты, блядь, понижает ему урон на 15%. Это просто вообще это 300 хп и пониженный дамаг. У самого гиббона изменений вообще никаких нету. У лайфы теперь в дропе не будет золотого щитка от этого, который и прокачивает армор. Реворк будет в 23 сезоне, напоминаю. Потому что уже, блядь, спрашивают постоянно, где реворк, где реворк? Нету реворка, блин, в 23 сезоне будет. У контроля теперь новый перк. Когда ты находишься внутри зоны, то есть вот этого вот белого именно кольца, у тебя будет бонусные 25 единиц хп. То есть это будет не хп, а именно щиток. Ты можешь его спокойно захиливать. Если ты выходишь, у тебя будет таймер на 5 секунд. Если ты не зайдешь обратно за это время, то этот бонус, он пропадет, получается. Но весь прикол в том, что если у тебя, например, красный армор, этого бонуса появляться не будет. По сравнению с разведчиками, по-моему, довольно слабенький такой перк. У каустика, наверное, самое лютое, блядь, изменение. Это зеленые бочки. Но бочки прикольные, цвет классный, мне нравится зеленый такой. Я не знаю, как я без этого раньше жил, конечно. Как будто бы каустик заиграет прям жестко. Весь киберспорт сейчас начнет пикать каустика после этого. У Ватсон поменяли два перка. Один перк дает двойную прочность и скорость восстановления спецумения. А второй апгрейд Ватсон ульт Макс Пилонс Инк Шорт Деск, блядь. Вот этот вот второй перк, он должен ускорять за хил брони. Есть еще угры, так сказать. У Рампычо, если раньше можно было наставить и другу, и брату, и свату, и всем сидеть с этими пулеметами по откату, то теперь ты можешь одновременно поставить только одну шейлу. При этом ты можешь одну поставить, другую использовать. То есть у него теперь будут обоймы, как будто бы, чтобы ее поставить или взять ее в руки, тебе надо потратить один вот этот вот заряд новой ульты. Откатываться она тоже будет, как у Ван Таги снайперка по вот этим вот зарядам. Это на самом деле очень жестко, как по мне, тем более с учетом того, что бафнули пулеметы, ты можешь брать какие-то два пулемета. Мне кажется, сейчас рампаки будут стоять везде, где только можно. Это баф, конечно, прям лютейший. Единственный еще прикол заключается в том, что теперь ты можешь на дистанции забирать свои бочки. И бочки, и, блядь, и столбики, и все подряд. И стенку тоже можно свернуть. Добро пожаловать в сезон, где просто все будут сидеть, блядь, в наперженных зданиях, где-нибудь на новой карте, на какой-то самой высокой крыше, и простреливать все поля, которые есть вокруг. Ну, хзы, на самом деле. Ну, а теперь то, что вы так сильно любите. А именно, мое первое впечатление о сезоне. И изменения героев в целом получились довольно интересные, особенно зеленые бочки каустика. Заметил, что многие пишут об имбовости о кимбо-оружии, с чем я, честно говоря, согласиться не могу. Для более-менее играбельного состояния тебе нужно найти два оружия, магазин, а потом еще и золотой обвес, который спавнится теперь аж на 50% реже. Без него оружие гораздо слабее. При этом тебя все еще распекает пара ишотов любой пескипер или мастиф из-за какого-то укрытия. Мазом бики ощущаются чуть получше, чем П-2020, но, как по мне, опять же нормальные дробовики гораздо проще собрать и применять. Короче, больше фановые штуки для челленджа или третьего слота баллистика. Ну, или если повезет собрать большую часть комплекта. Пулеметы тоже звучали слишком мимбово, а по факту получилось иначе. Да, они явно стали получше. Все еще нужно искать дохренищу обвесов, а выхлоп при этом получается не больше аэрок. Разве что какое-нибудь неистовство для средних дистанций теперь реально кайфовое. Но все равно та же флетка или хаос ощущается гораздо приятнее, что в прицеле, что от бедра. Новый обвес тоже странная тема. Во-первых, опять-таки это золото, которое реже спавнится. По ощущениям разрабы его раскидали чуть побольше, тупо из-за того, что он новый. Но потом, думаю, его тоже хер найдешь. Ну а сам обвес какой-то сверх эффективностью блеснуть пока что не успел. А вот новая карта это уже полный пиздец. С одной стороны, она очень красивая, при этом не создает вообще никаких визуальных помех, которые бы мешали тебе увидеть врага. Тем более с учетом того, что она ночная. А это очень важно, вспоминая опыт в других играх. Но когда смотришь на реально офигенный задник с городом, а потом на саму игровую зону, создается какой-то диссонанс. Ибо там киберпанк, в который ты уже хочешь поехать квесты выполнять, а тут какие-то локации из разных карт. Апекса смешанные какой-то нейросеткой. Левел дизайн это вообще отмена. Тонна тупиков, перепадов высот, открытых областей. И самое вкусное стоэтажные небоскребы, на которых 24 на 7 стоят мрази со снайперками. Добавляем еще и звуки, которые вообще перестают работать при такой обильной вертикальности. И уходим вперед ногами. Еще одна забава, это расположение лута, которого просто нет. Залутываешь 300 квадратных километров и выходишь с пачкой патронов и стропоном в жопе. Зато посмотрел на красивые и пустые лестницы. Остается какой-то небольшой привкус, как будто бы вышел из какой-нибудь батлы 2042. Пустота локаций тоже отсылает именно к этому прекрасному проекту. Зачастую даже в казуале ты по 3 часа пытаешься найти противников, но никого тупо нет. А если кого-то и повезет найти, то либо тех самых карселов на крышах, от которых негде спрятаться. Либо тебе в лоб выйдет другой сквад тупо без звука. Но самое обидное это режимы. Обещали больше, а стало как обычно меньше. Забрали даже стандартные дуосы и соло, которые потом будут добавлять временными. Но правда ради, новый режим казуала реально фановый. Но самое главное, что там теперь гораздо легче получить ачивку за 20 киллов. Так что думаю пора возвращать стримы, на которых я буду делать ачивки на каждом герое Апекса. Сами понимаете, такой движ пропускать вообще никак нельзя, поэтому ссылка на твич будет в описании. В целом нового контента для изучения хватает, так что будем разбираться дальше уже на тех самых стримах. Разумеется, пишите свое мнение о сезоне в комментариях и не забывайте смотреть другие видосы на канале.